Здравствуйте, друзья! Я хочу показать вам, как работает наш простой RFID контроллер. Наше устройство упрощает работу с RFID метками по сравнению с Радуин. Он разработан на базе микроконтроллера STM8 и работает от источников питания от 6 до 20 Вольт. Для помощи в демонстрации будет использован простой набор RFID модуль и две RFID метки. Вот так выглядит наш стенд. Это блок питания. Это у нас соединенные в единое устройство RFID модуль и RFID контроллер. И лампочка. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать работу нашего RFID контроллера. В реальной жизни вместо этой лампочки подключаются устройства, которые мы видим на выходе. Итак, начнем. Подключаем RFID контроллер к питанию и видим красную лампочку. Это значит, что работает сам RFID модуль. Зеленая лампочка. То, что работает наш контроллер. И на нем в данный момент нет никаких меток. А это значит, что первая поднесенная к считывающему модулю метка будет восприниматься контроллером как мастер метка. Мастер метка нам нужна для управления хранилищем RFID меток контроллера. С ее помощью можно добавлять новые метки или удалять существующие. Итак, подносим карточку метку к считывающему модулю. Назначаем ее мастер меткой. Мигнул индикатор. Готово. Теперь добавим первую рабочую метку ключ на наше устройство. Для этого подносим карточку с мастер меткой. Замигал светодиод. Теперь мы подносим наш ключик. Все. Теперь наш RFID контроллер запомнил эту метку как ключ. И ею теперь можно пользоваться. Таких ключей мы можем добавить в память RFID контроллера до 20 единиц. А мы продолжаем работать с самим RFID контроллером. Сейчас он запрограммирован для работы в четырех режимах. Я покажу, в каких именно и как их можно переключать. Чтобы войти в режим переключения между режимами, нужно нажать на кнопку. Засветился индикатор. Затем нажать и удерживая эту кнопку, дождаться прекращения постоянного свечения. Вот у нас мигание. Двойной импульс значит, что мы сейчас находимся во втором режиме. Давайте переключимся на первый режим, чтобы начать с него работу и объяснение. Для этого мы дожидаемся перерыва между импульсами и нажимаем на кнопку. Единичный импульс означает, что мы в первом режиме. Ещё раз нажимаем. Двойной импульс. Двойной импульс это значит, что мы во втором режиме. Ещё раз нажимаем. Тройной импульс. Третий режим. И ещё раз нажимаем. Четверо раза мигает индикатор, значит, мы в четвёртом режиме. И так по кругу. Итак, переключаемся на первый режим. И смотрим, как уже работает RFID-контроллер в первом режиме. Первый режим можно использовать для открытия электромеханических замков с защёлкой. Один раз подносим метку к считывателю. Единичным импульсом открываем замок. И снова он закрывается. Таким образом работает первый режим. Второй режим. Переходим в режим переключения режимов. Вот и... Переключаемся на второй режим. Двойное мигание индикатора. Значит, мы во втором режиме. Отлично. Второй режим хорошо использовать с отбирающейся защёлкой. Подносим брелок к модулю. Лампочка загорается на 2-3 секунды. Защёлка втягивается в это время. Это нам даёт на физическое открытие двери. И после этого рампочка перестает гореть. Защёлка снова выскакивает и снова срабатывает замок. Мы разобрались со вторым режимом. Переключаемся на третий режим. Тройное мигание индикатора. Третий режим. Третий режим удобно использовать в двери с магнитными замками. В этом режиме лампочка постоянно горит. Вот, лампочка постоянно горит. Дверь заперта. Работает магнит. Дверь заперта. Подносим метку ключ. Лампочка на несколько секунд гаснет. Замок в двери отключается. И ещё раз. Таким образом у нас работает третий режим. Дальше переключаемся на четвёртый режим. Четыре раза мигает индикатор. Это значит мы на четвёртом режиме. Лампочка у нас осталась гореть с предыдущего режима. Поэтому мы её сейчас выключим. Подносим брелок. Она выключилась. Вот, ждём 2-3 секунды, чтобы понять, что мы уже не в третьем режиме. Снова подносим брелок. Лампочка включается. Подносим замок. Выключается. Четвёртый режим. Это режим включения-выключения для произвольных устройств. Подносим брелок RFID-модуля, лампочка загорается. В следующий раз подносим, отключается. Также будет включаться-отключаться ваше устройство, которое вам нужно включать и отключать. Итак, теперь у нас RFID-модуль помнит вот эту вот метку. Но у нас ещё есть метка, которой нет в памяти RFID-контроллера. Вот, и на неё наша система никак не будет реагировать. Вот, я вам демонстрирую. Видите, я подношу брелок. Индикатор. Эта лампочка не загорается, не тухнет, ничего с ней не происходит. На этот брелок система не реагирует. Зато на данный брелок, который находится в памяти RFID-контроллера, всё отлично работает. Итак, для того, чтобы очистить память от ключей, от ключей меток, используется мастер-метка. Что мы для этого делаем? Мы подносим RFID-метку, вот эту мастер-метку, к считывающему устройству и держим 5 секунд. Не менее 5 секунд, смотрим, как ведёт себя индикатор. Вот, когда после всех миганий RFID-контроллер, индикатор перестал гореть непрерывным светом, то есть он потух, да, перестал гореть. Это значит, что RFID-контроллер забыл все ключи метки и помнит только мастер-метку. Теперь мы можем заново начать заполнение памяти RFID-контроллера новыми метками. Но существуют моменты, когда потеряли мастер-метку и нам нужна новая мастер-метка. И чтобы внести её в новую базу, нужно скинуть старую метку. Что для этого нужно? Чтобы снять мастер-метку, нужно отключить питание. И нажать на кнопочку, и вот так вот удерживая её, снова подключиться к питанию. Вот, загорелся индикатор, горит непрерывно. Это значит, что наш RFID-контроллер находится в первоначальном состоянии и абсолютно все метки удалены. Вот так вот работает наш простой RFID-контроллер. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Кому понравилось, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо всем большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...